Добрый день, ребят! Проходите к нам фотографироваться с наступающим вас Новым Годом! Вот так в Ривьере уже встречают гостей. Конечно, детвору сложно завлечь фотографии с символом Нового Года. А вот люди старшего возраста фотографируются с удовольствием. Другие могут сделать фото с живой обезьянкой. Четверхлетняя Алиса и годовалой Микки зимой в костюмах Деда Мороза. В парке куда ни глянь, атмосфера праздника. А впереди еще много интересного. Мы ждем всех сочинцев и гостей курорта на новогодние каникулы для всех подготовленных, для взрослых и для детей, развлечения. Особенно мы ждем родителей с детьми на наши новогодние представления, которые будут у новогодней елки на площади у Дельфинария. Театрализованные представления будут проходить с 1 и до 8 января с конкурсами, призами, подарками. Вообще Ривьера нарядилась одной из первых. Здесь в новогоднем убранстве даже южная пальма. Красиво, необычно, а по соседству распустились розы. Вот такой в Сочи теплый Новый год. Парк Ривьера, как и другие развлекательные учреждения города, участвуют в конкурсе на лучшие новогодние оформления. Ну а, конечно же, главные ценители, особенно вечерние новогодние иллюминации, гости Ривьеры. Даже в утренние часы их здесь много. Два раза в год приезжает в Сочи семейная пара из Лондона. Раньше Екатерина жила в нашем городе. Мы всегда ходим в Ривьеру с детьми, когда приезжаем в Сочи. Сегодня было очень здорово, все украшено очень красиво на Новый год. Везде елочки, Дед Мороз. Вы видели Дед Мороз? Да. Понравился тебе? Да, очень. Посетители довольны. Это вселяет уверенность декораторов, что их труд будет оценен по достоинству. Ведь каждая гирлянда и световой короб добавляют очки участникам городского конкурса. В нем решили принять участие не только парки развлечений, дома культуры, но и банки, кафе, поликлиники и магазины. Победителей в разных номинациях назовут 27 декабря в Зимнем театре. Глена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.